С нами на связи Дмитрий Орешкин, российский политолог. Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Вот тут такая вот складывается ситуация, не непривычная, скажем так, для российского нынешнего руководства вообще стиля ведения дел. Сначала Россия недвусмысленно посылает сигналы, что дело в Керчи, в Керченском проливе, в Азовском море, в широком смысле, это исключительно там дело двух субъектов. Украины, России, вне зависимости от того, чей Крым, но это вот дело двух стран и больше вмешиваться некому. И буквально на прошлой неделе никто-нибудь, а вице-премьер крымского правительства и представитель, опять же, Крыма при президенте России заявляет буквально, что кораблям стран НАТО в Азовском море не быть никогда. Это фантастика, это чушь, вот не будет этого и все. И вот не проходит неделя после этого заявления Георгия Мурадова, как мы узнаем, что, во-первых, вот тут председатель комитета крымского парламента по междунациональным отношениям Юрий Гемпель, цитирую, «Крыму скрывать нечего, мы открыты, в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива, предложение, которое поступило со стороны Ангела Меркель, вполне разумно и правильно, если немецкая и французская стороны готовы вести конструктивный диалог и давать объективную оценку всему, что происходит в Керченском проливе. Приезд подобных специалистов только докажет строгое соблюдение России всех международных норм и правил судоходства». Конец цитаты. И, ну и, конечно, сам вот Сергей Лавров говорит, что предложение получили, изучаем, и сам Владимир Путин согласен на приезд. Вот вы нам скажите, как российский политолог, вот что это такое? Это какое-то такое вот стратегическое отступление от правил никого не пускать иностранца во внутренние дела? Какой-то хитрый тактический ход, многоходовочка или что это вообще? Почему сначала нет ни в коем случае, а теперь выясняется, что вот немцы и французы все-таки приедут? Мне кажется, что нынешнее кремлевское руководство находится не в той ситуации, когда надо разыгрывать многоходовочки. Все больше вменяемых людей понимают, что экономика в тупике и, в общем, глубоко в тупике. А с другой стороны все больше российских граждан испытывают когнитивный диссонанс. Вроде как поднялись с колен, избавились от диктата империалистических Соединенных Штатов и так далее, и так далее. Жить лучше не становится, а наоборот становится хуже. И в Кремле, похоже, это начинают понимать. Это попытка найти какие-то договоренности с Японией, отсюда и нежелание продолжать ссориться с Европой. Хотя бы потому, что Германия поддерживает северный поток, и это важнее для нынешнего кремлевского руководства. Поэтому довольно быстро свернули знамены и протрубили отбой. Тем более, как только Путин вступает в конфликт с серьезными противниками, он прекрасно понимает разницу в весовых категориях, как дзюдоист, он подходит. Вот там, скажем, на Сирию надавить, на Турцию надавить, на Украину надавить, это по плечу. А с НАТО нет, только если в медийном пространстве. Ну, надо ведь иметь в виду, что есть очень простая вещь, которая называется международным правом. Как ни крути, Азовское море принадлежит двум государствам. Крым, не Крым, все равно. У Украины есть выход через Мариуполь, через другие там порты. И, соответственно, акватория принадлежит... Линии раздела не обозначена, но по всем очевидным, совершенно и человеческим, и юридическим нормам, два государства. Если Украина приглашает в гости НАТОвский корабль, какое право имеет Россия кого-то там не пускать через этот самый Иникальский пролив? Юридически никакого права. А если подключаются пока еще не НАТОвские корабли, а хотя бы дипломатия стран НАТО, то Путину приходится отступать, это все, по-моему, вполне нормально. Это когнитивный диссонанс для патриотической общественности, которая никак не въезжает, что советские лозунги никогда не были связаны с материальной действительностью. И поэтому они там обвиняют Путина в том, что он слил, там слабак, еще это все чаще и чаще звучит в информационных сетях. Но Путин-то он реальный мыслящий политик, он понимает, что в тумбочке деньги можно брать, но кто-то их туда должен класть. А вот когда деньги в тумбочке катастрофически быстро кончаются, здесь он начинает смотреть по сторонам, откуда бы получить. Вот, мне кажется, в этом все объяснение. А для народа, да и со стороны, глядя, Путин-империалист, там, собиратель земель русских, ему лишь бы кого-нибудь, лишь бы кого-нибудь, но желательно бесплатно, как вот Крым удалось оттяпать. А Украина, Белоруссия, например, уже нет. Или военные операции с Украиной тоже уже нет, потому что слишком большие потери, слишком большие издержки этого процесса. Так что надо просто, вот тут проблема в том, чтобы точно оценить потенциал. Потому что, как говорил один знакомый генерал КГБ, переоценка угрозы – это такая же ошибка, как ее недооценка. Вот со стороны, глядя, Путин просто какой-то абсолютно беспредельничающий персонаж, а на самом деле нет. У него есть рамки, за которые он не выходит, и эти рамки, в общем, не так сложно вычислить. Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Дмитрий Орешкин, российский политолог. Итак, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, месяц назад канцлер Ангела Меркель обратилась к Владимиру Путину с предложением отправить немецких специалистов в район Керченского пролива, а некоторое время спустя попросила, чтобы немцы приехали вместе с французами. И кроме того, российская сторона получила от министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса документ с предложением по Керченскому проливу и готовится их изучить. Давайте послушаем Лаврова. Теперь, что касается Керченского пролива, вы меня спросили, как я воспринял германские предложения. Я эти предложения увидел впервые в ходе переговоров, но раз вы меня об этом спрашиваете, значит, вы об этом знали раньше, чем я их увидел. Это интересно, но не буду вдаваться в детали, это не мой секрет, это предложение Германии, мы только что его получили, мы должны его изучить. Могу сказать только одно. Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности. Там лоцманская проводка присутствует и так далее. И президент Путин тут же согласился. Через какое-то время канцлер Меркель попросила его, чтобы немецкие специалисты приехали вместе с французскими. На это он тоже согласился. И вот прошел уже больше месяца, но пока никаких приездов мы не наблюдаем. Сегодня вот господин Маас передал мне предложения, которые как-то упаковывают эту простую поездку в некий документ, который должен быть согласован с Украиной. И как мы заметили, глава российского внешнеполитического ведомства заявил от необходимости согласовывать подобные договоренности с Украиной. Вот что он уточнил на этот счет. Мы сказали честно, если наши коллеги заинтересованы в том, что обещал президент Путин канцлеру Меркель, это можно сделать сегодня, завтра, в любой момент. Если идея состоит в необходимости облечь все это в какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался нормандский формат с формулой Штайнмайера. Вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать. Но я отметил, что господин Маас сказал, что сейчас свобода прохода по Керченскому проливу есть. Отмечу, она была всегда. И украинские суда гражданские, рыболовецкие, торговые ходят и ходили всегда спокойно. А в сентябре этого года, в прошлого года, проходили и суда военно-морских сил Украины. Прекрасно справились с этой задачей, потому что они следовали правилам, которые применяются для прохода по этому непростому участку акватории. Я имею ввиду Керченский пролив. В ноябре же, вместо того, чтобы следовать уже установленной процедуре, которую они сами соблюдали, военно-морские силы Украины решили создать провокацию. Что им удалось. Поэтому, если провокации не будет, а уже громогласно из Киева звучали заявления, что они вот-вот организуют новый прорыв через Керченский пролив, приглашали военно-морские силы стран НАТО присоединиться к этому прорыву. НАТО молчит. Но то, что это совершенно очевидно задумывается для того, чтобы сохранять напряженность и поддерживать в тонусе избирателя накануне голосования 31 марта на выборах президента, сомнений не вызывает. В то же время, по словам немецкого министра иностранных дел Хайку Массе, свобода прохода судов в Керченском проливе сегодня не только есть, но и гарантированно. Давайте его послушаем. Что касается вопроса свободного прохода судов в Керченском проливе, то в прошлом мы всегда и с украинской стороной тоже обсуждали это, какой вклад они могут внести в успокоение ситуации там. Сейчас свобода прохода гарантирована, все участники это подтверждают. И мы, конечно, продолжим говорить о том, о чем договорились президент Путин и федеральный канцлер Меркель в Буэнос-Айресе, что Германия и Франция, возможно, могли бы как-то продокументировать то, что свобода прохода гарантирована, чтобы убедиться, как ситуация общая там выглядит. Я думаю, что это может быть тема на ближайшие недели для общения сегодня. Мы по этому вопросу здесь не договорились, но мы открыты для дальнейшего диалога вместе с Францией сыграть здесь роль и взять на себя какую-то функцию тоже. Это был Хайко Маас, министр иностранных знаний, на связи Алексей Мельник, содиректор программ по международной безопасности Центра Разумкова. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы узнали, что Владимир Путин якобы дал согласие на предложение Ангелы Меркель прислать европейских, в частности французских и английских наблюдателей в Керченский пролив. По вашему мнению, во-первых, реально ли эта перспектива, то есть не заговорят ли они ее и так и спустят на тормозах? И если да, то помогут ли международные наблюдатели восстановить там свободу судоходства, о которой так много говорят? Ну, во-первых, перспектива вполне реальна, потому что это тот случай, когда как раз в интересах Путина показать российскую версию событий, подтвердить. То есть если эти наблюдатели туда прибудут, им покажут замечательную картинку, то есть им создают максимально комфортные условия для того, чтобы они подтвердили то, что сказал министр иностранных дел Германии в Москве, которого вы цитировали. То есть я думаю, что это в интересах Путина, и он сделает все возможное, чтобы это состоялось. Отвечая на вторую часть вопроса, решит ли это ситуацию, вряд ли. То есть это решит ситуацию, возможно, на какой-то короткий период времени. Но сама проблема, она причин и корни этой проблемы, они гораздо глубже. И понятно, что никакие наблюдатели не смогут обеспечить свободу судоходства на длительную перспективу. Перед тем, как спросить, что же сможет, я позволю себе тут упомянуть «Вашингтон пост», прошу прощения, «Нью-Йорк Таймс» за 20 января. Среди прочего там сообщалось, что в Белом доме рассматривают несколько вариантов реагирования на керченский кризис, и среди прочего согласиться с предложением Украины, послать несколько американских моряков на украинских судах, или даже, может быть, Украины, морские суда, с имени Соединенных Штатов через Керченский пролив, чтобы, значит, продемонстрировать России, как они на это все смотрят. И вот, по вашему мнению, действительно ли в Белом доме могут рано или поздно согласиться с тем, чтобы там американские корабли под звездно-полосатым флагом или хотя бы военнослужащие Соединенных Штатов отправились вместе с украинцами через Керченский пролив? Или это просто один из вариантов, который очень далек от реализации? В общем-то, это был бы достаточно сильный шаг. Если бы украинцы пригласили американцев для того, чтобы они в составе экипажа в каком-то качестве прошли через Керченский пролив. Это возможно. Но я не вижу того, что это будет реализовано в ближайших перспективах. То, что, я думаю, также возможно, это если украинская сторона запланирует проход военных судов через Керченский пролив, особенно когда туда прибудут наблюдатели, я уверен также, что там будет зеленый свет. Но здесь ситуация или опасность ситуации заключается в том, что нужно четко понимать, что цель России не открыть Керченский пролив для украинских кораблей, а цель России для того, чтобы оправдать их версию событий, которые произошли. То есть в начале передачи вы цитировали Лаврова, который говорил, вот в сентябре суда соблюли все процедуры, поэтому проблем не было. А в ноябре, дескать, была провокация, что, в общем-то, не соответствует действительности. И нам нужно четко оценить, то есть что нам нужно. Или нам нужно все-таки завести туда часть своих кораблей в Азовское море и использовать даже эту возможность, сопроводив ее в соответствующей информационной кампании. Или же мы сознательно идем вот в эту мышеловку, которую нам ставит сейчас Россия, чтобы принять российскую версию, то есть тогда наши моряки, которые сейчас в плену, они будут и дальше рассматриваться как нарушители границы, как преступники. То есть ситуация такая достаточно неоднозначная. И что бы вы порекомендовали украинским властям, если бы они вас прямо сейчас слушали? Ну, наверное, я все-таки порекомендовал бы очень четко оценить, что для нас сейчас действительно важно. Потому что я думаю, что в первую очередь нам сейчас нужно все-таки добиться освобождения украинских моряков, возвращения захваченных катеров и буксира. А затем уже продолжать, или первое, что решить этот вопрос, или он должен идти в паркете с теми какими-то компромиссными договоренностями. Первый приоритет сегодня это то, что нужно освободить наших моряков и освободить их именно как в статусе военнопленных, а не, то есть ни в коем случае не признавать российскую версию того, что они преступники и нарушители границы. И последний к вам короткий вопрос. Может ли, по вашему мнению, перейти в такой вот а-ля нормандский формат обсуждения этого вопроса о Керченском проливе между Украиной и Россией? Или тут не о чем на самом деле договариваться? Ну, на самом деле, это, в общем-то, классика российской дипломатии. Мы сейчас ее наблюдаем там в полном расцвете в переговорах с Японией, к примеру, вокруг мирного договора и возвращения островов. И классика эта состоит в том, что для России важны переговоры. То есть они втягивают соперника или партнера, так называемого, в этот переговорный процесс, который ничего не решает. То есть здесь тоже есть такая опасность. Вот мы это видели с нормандским форматом. Здесь тоже есть опасность того, что создается какая-то группа, которая будет встречаться, но вопрос, по сути, не решается. Ну, сказал это, опять-таки, нужно согласиться, что лучше иметь даже вот этот вяло текущий переговорный процесс малорезультативный, чем острый конфликт. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Это было...